Можно ли лечить психоэмоциональные расстройства, если они не тяжелые, а что-то либо легкой или средней степени тяжести, депрессии, астенический синдром, синдром хронической усталости при помощи окружающей обстановки, окружающей среды? Влияет ли на психическое здоровье людей прогулки, общение с другими людьми, наблюдение красот природы? Безусловно, это так. И вот, в частности, мы сейчас находимся далеко от клиники Корди, вот тут вот за забором такое историческое, недореконструированное здание, но, поверьте мне, достаточно симпатичное, стоит посмотреть. Сама же клиника находится у меня за спиной, там вот люди, опять же, есть на крыльце, поэтому в полной мере показывать не могу, дабы не нарушать их инкогнито. Вот, вот эта вот клиника, и, собственно, там можно получить вполне качественное лечение, и если режим позволяет, то пациенты могут прогуливаться вот здесь вот, во дворе этой клиники. Ну, сейчас погода, конечно, еще очень удачная, но, как видите, здесь достаточно красиво, живописно. Ну, и, в принципе, наверное, даже если человек просто устал, просто утомился, просто задолбался, то, наверное, для него пройтись, погулять, посмотреть вот на такие виды, на такие красоты, конечно, будет полезно. Понятно, что это не заменяет медикаментозного лечения, понятно, что все равно необходима полноценная терапия, психофармакотерапия, но, тем не менее, вот обстановка здесь, на мой взгляд, благоприятствует выздоровлению, и может даже расцениваться, ну, как назовем ее так, лечебно. Кстати, раньше, когда психотропов не было, именно так депрессии лечили, конными прогулками, поездками на воды и тому подобное. Ну, вот на воды не обязательно так далеко, вполне можно в лесопарк Кузьминки в Москве, старые Кузьминки 5, клиника в городе, вот это вот здание историческое, недореконструированное, с которого мы начинали.